привет всем любителям хлеба и домашней выпечки а также всем остальным сегодня я показываю какие корзинки я использую для выпечки своего хлеба как и за ними ухаживаю и какие альтернативы можно использовать домашних условиях если корзинок нет на данный момент я пользуюсь двумя корзинками овальной и круглой формы овальная размер у меня 25 это длина 14 ширина и 8 это высота в сантиметрах также у меня есть круглая форма ее диаметра 22 сантиметра и высота примерно около 8 сантиметров это ротанговые у меня корзинки сделана из натурального материала и внутри них ольяные чехлы обычно я чехлы не стираю я готовлю вот так в корзинке видите у меня сейчас корзинка покрыта все еще мукой в этой корзинке я буквально недавно пекла хлеб и она все еще у меня в муке я ее просто вот так вот стряхиваю в раковину лишнюю муку убираю все поднимаю чехол вверх и оставляю корзинку просушиться до тех пор пока она не станет абсолютно сухой однако бывают моменты когда корзинку уже пора почистить и чехол постирать посмотрите на эту корзину я использовала ее много раз и у нее образовался такой толстый налет из муки и даже кусочками прилипло тесто после последнего хлеба давайте ее постираем стираю я чехол в обычной кухонной таре обычная чашка сюда и добавляю прохладную воду и немножко жидкости для мытья посуды обычными порошками которые мы мастера им самые наши обычные вещи стирать чехол не рекомендуется обязательно я использую либо холодную воду либо прохладную воду потому что все остатки муки как только они соединяются с теплой или горячей водой они превращаются в тесто который потом очень сложно отмыть от чехла саму корзинку лучше всего прочистить просто сухой щеткой однако если есть необходимость ее помыть то я включаю очень прохладную воду и быстрыми движениями споласкиваю со всех сторон я для этих целей пользуюсь новой зубной щеткой которая имеет жесткие ворсинки и стараясь держать корзину как можно меньше под водой пока чистила корзину чехол у меня немного размок и стал мягким буквально его споласкиваю быстрыми движениями под проточной водой и оставляю на просушку если у вас корзинки нет или например просто не хотите пользоваться чехлами то можно воспользоваться обычными полотенцами для этой цели подойдет либо очень тонкая плотная хлопковая полотенца либо льняное полотенце льняные полотенца обычно более гладкий и имеет меньше ворсинок поэтому к таким полотенцем меньше тесто прилипает а вместо самой корзины можно использовать любую кухонную чашку полусферической формы с достаточно высокими бортиками чашку лучше брать поуже так тесто будет подниматься вверх а не расплываться вширь еще один из вариантов это использование пергаментной бумаги плюс этого метода в том что можно использовать просто пергаментную бумагу сразу для выпечки а также ее не нужно стирать как полотенца если будете использовать пергаментную бумагу то в этом случае тесто нужно укладывать швом вниз тогда сразу можно его поднять с помощью пергаментной бумаги и переложить в кастрюлю или на противень а минус этого метода в том что и пергаментная бумага и полотенца в обычной стеклянной чашке не дают тесто дышать это в принципе не так сильно влияет на результат но тесто сверху может казаться более влажным. Моя корзина после воды просыхала несколько часов, и чехол у меня также просох. Сейчас надену чехол обратно на корзину, и корзинка готова к использованию. В принципе, все методы расстойки имеют место быть, особенно если вы на разных этапах еще не знаете, будете ли выпекать хлеб на постоянной основе. Но если вы печете часто, то корзинки это все-таки предпочтительный метод. Удобно, просто и всегда ожидаемый результат. И еще раз повторю, что если вы хотите, чтобы ваши корзинки служили вам дольше, то сухой метод чистки корзинок наиболее предпочтительный. Если это видео было вам полезно, дайте мне знать в комментариях, а я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео.